День Святого Валентина Сегодня мы в этом попробуем разобраться Здравствуйте, вы смотрите ток-шоу «Твердый знак» и моего ведущий Роман Полинсков и я Виктория Новикова И сегодняшняя наша тема это «Зачем нам нужны зарубежные праздники?» Первый герой, который мы хотим представить, это Константин Новиков, организатор праздничных мероприятий и аниматор Константин, как вы считаете, почему зарубежные праздники так популярны, а наши нет? Я хочу сказать то, что мы замечательный, умный народ, живущий в многонациональной России У нас очень много своих праздников и их стоит развивать и вводить в массы, нежели чем перенимать вообще зарубежные праздники 23 февраля дамы показывают нам, мужчинам, как они ценят нас 8 марта мы показываем дамам, как мы любим их Зачем нам Хэллоуин? Ну, пусть он будет Кто отмечает и любит этот праздник, пусть отмечают где-нибудь там у себя на закрытых вечеринках Или, ну, те, кто любит этот праздник А нам, нам надо вводить свои праздники Можно придумывать их даже, мы умный народ достаточно Ну да, российскому человеку только дай повод отметить что-нибудь Но все равно, почему вот все больше и больше идет тенденция к западным праздникам? Может быть, лень, потому что работать над тем, ну, умный, но, может быть, в чем-то и ленивый И лень как раз в том и заключается, чтобы не размышлять, как широко праздновать свои праздники, которых у нас море А есть уже зарубежный праздник, вот его и отпраздную А есть, может, такое мнение, то, что зарубежные праздники Более популярны, чем наши, потому что название что-то, ну, как-то король бетуха, можно так сказать День Святого Валентина или День Петра и Февронии Может быть и в этом, но я бы отмечал День Петра и Февронии, чем День Святого Валентина Не знаю, можно и название тоже, над названиями подумать наших праздников Мы же меняем названия праздников, можем мы тоже сделать это с другими такими же Ну, насколько я понимаю, День Семи Любви и Верности, а ты в курсе то, что он назывался раньше День Петра и Февронии? Кто это такие, там, церковные, ну, это, я просто говорю, там, диалог такой, возможно быть, там, это церковные какие-то О, церковь, нет, может, поэтому... Да, зачастую возникает такое мнение, что в такие праздники надо обязательно сходить в церковь, поставить свечки А если мы будем преподносить это совершенно по-другому и в средствах массовой информации тоже доносить людям про это, то мы сможем достичь своей цели и праздновать свои праздники Вы, Константин, как организатор страны праздников, насколько часто вот празднуется именно всякий Хэллоуин и прочие, там, День Святого Патрика И насколько часто празднуются наши какие-то национальные праздники, я имею в виду на уровне сбора, не знаю, каких-то артистов массовые, я имею в виду Ну, на самом деле Хэллоуин и зарубежные праздники, они всегда отмечаются широко И как дети, так и взрослые с удовольствием в этом принимают участие Но еще раз подчеркиваю, если мы будем на первое место ставить наши праздники отечественные, мы точно так же их будем отмечать А не ли меньше у вас доход будет, если мы будем отмечать только отечественные праздники? Ну, здесь можно тоже по-разному размышлять Допустим, если есть какая-то определенная сумма денег, да, и есть подобные праздники, как зарубежные, так и отечественные То на один праздник мы потратили какую-то сумму денег, на другой праздник А если взять и оставить только наш праздник, то этих денег будет побольше и пошире, значит, получше можно отпраздновать Я смотря с какой стороны Вообще делить твое наше, у нас же вроде бы уже такое современное, не знаю, время, когда нет такого Что в этом все равно плохого? Зачем отделяться от других и закрываться? Ну, я не вижу плохого ничего в зарубежных праздниках, я вижу плохо в том, что мы не думаем над своими праздниками А так пусть они будут, лишь бы они не мешали нашим Не затмевали Не затмевали наши праздники Хорошо, хочу представить вторую нашу героиню Это Лиля Аглиулина, экс-солистка Государственной ансамбля песни и танца Республики Татарстан Лиля, какое вообще ваше мнение по этому поводу? И какие праздники вообще популярнее и любимее именно в народе, зарубежные или отечественные? Мое мнение, я, конечно, оптимист У меня стакан наполовину полон И я хочу сказать, что совершенно наши праздники никуда не ушли Мы также даже в Татарстане отмечаем массово Сабантуи и День города, и все И там также присутствуют все народности, народные танцы, народные гуляния То есть мне кажется совершенно... Да, пусть будет этот Хэллоуин, и я считаю, нельзя что-то запрещать Потому что все-таки запретный плод сладок Все равно это будут праздновать, но уже где-то вот... Лучше пусть мы это будем видеть, и потом Хэллоуин у нас не празднуется, как именно вот за рубеже У нас это просто маскарад Мы приходим на маскарад Я сейчас, правда, не знаю, как приходят в клубы, потому что давно их не посещала Просто люди одеваются в какие-то маскарадные костюмы И просто веселятся, танцуют Мне кажется, это больше к этому А ведь у них это действительно такой национальный праздник Они там, ну, какое-то даже, они там, изгнание духов, да Я не до конца это все знаю Но потому что они очень трепетно к этому относятся И очень глубоко, смысл глубокий У нас это просто на уровне маскарад, мне кажется И все другие праздники тоже Потому что, возможно, мы сейчас живем в том мире, который все быстро-быстро-быстро И всегда хочется какого-то праздника Вот немножко уйти от всего От работы, от учебы И просто собраться с семьей и что-то отпраздновать У нас Хэллоуин, мы, конечно, тоже с детьми иногда там одеваемся, там празднуем Но это, я не считаю, что мы празднуем Мы просто одеваемся, тыкву разрежем, да, там свечку поставим Ну, красиво так вот все Какое-то блюдо из тыквы сделано Блюда очень полезные, причем из тыквы, тыквенные Ну, я все-таки за наши праздники Я знаю, что они есть И государственный ансамбль песни и танцы То есть и сейчас, в последнем пятилетии, наоборот, все возрождается Даже вот это 8 июня, да, июля, да, 8 июля То есть мы тоже собираемся всей семьей И действительно это такой вот прям национальный уже праздник становится Вот мне кажется, сейчас тенденция возрождения И государственный ансамбль сейчас устраивает детские абонементы То есть они именно вспоминают ту программу Которую вот раньше был праздник Аулахи называется Это деревенские посиделки, когда родители уходили из дома И все собирались, играли в игры определенные Там тоже массовые такие мероприятия Вот, мне кажется, все есть И все намного больше будет дальше И я оптимист, я знаю, что все будет хорошо Но все равно, вот Хэллоуин отмечают Но в прессе были такие статьи Что вот Хэллоуин вот в Америке, он как там ее традиция Вот это все, у нас же просто этот маскарад Но этот маскарад дошел до такой степени Что одна женщина уже в таком достаточном возрасте Увидела всю эту толпу И все, теперь этой женщины нет То есть такой толпой ее довели, получается Я про это и говорю, что наши праздники, они добрее Ну а как же каляда, вот калядки Тоже так же наряжаются Ходят по дому Ну женщины же живы, если калядки просто проходят Все живы, здоровы А как среди молодежи отмечают? Я, честно говоря, не знаю Кто-нибудь из вас отмечает калядки? Калядки гадают Калядки гадают, конечно, есть Девочки гадают Особенно в ночь на 19 января Я сама с детства каждый год гадаю С карандашами на дымового С волосом и с колечком на суженого У моей подруги сбылось гадание У меня пока еще нет Ну ладно, посмотрим Ну ладно, девочки гадают А парни чем занимаются? Давиль Я на самом деле не отмечаю в основном праздники Единственный национальный праздник, который я отмечаю Это Сабантуй Вот с детства Потому что он наш национальный Мы его постоянно отмечаем Боремся, прыгаем в мешках Ну это интересно, на самом деле А Хэллоуин, День Святого Валентина Ну я как-то холдно к этому отношусь Ну а калядкам тем же самым Я даже не знаю Ты никогда не ходил, что ли, по домам Типа, давай мне конфеты? Нет, нет, нет Больше национально все-таки Только борьба Только хардкор Хардкор, да Еще, пожалуйста, дальше Да, хотелось бы тоже Сказать свое мнение по этому поводу Почему-то у нас все, что написано Нарисовано на иностранном языке Оно считается модным И такая, ну, проходит тенденция Что на самом деле Для молодежи более эти вот праздники Которые зарубежные Хэллоуин — это те же самые калядки Как мы сказали День Святого Валентина Аналогично День Петра и Февронии Да, вот И суть в том, что Я даже не знаю, как от этого уйти Мне кажется, просто нужно сделать модными наши праздники Вот Как-то масса это больше, да? Например, вот я помню даже в своем детстве Это же так здорово, когда мальчик тебе признается в любви Дарить тебе эту Валентинку Ну, почему у нас такого нет? Почему у нас таких традиций нет? Именно для более молодого возраста Вот такое вот мое мнение Как бы То есть делать то, во что веришь Получается, наша молодежь не верит в наши праздники Им ближе именно вот это вот Зарубежное, да? Вот что-то такое Как я понимаю, наше мировоззрение, нашего государства, нашего народа Оно фатально просто изменилось Менялось два раза Первый раз это, получается, 17-е годы революция То есть падение царского строя Опять же мы потеряли какую-то свою национальную идентичность Менялись какие-то традиции Появился Советский Союз У него появились свои традиции И потом перестройка Опять же все падение И вот дабы заполнить всю эту идеологическую пустоту То есть для народа То есть то, что вот мы опять потеряли какие-то традиции И пришли вот эти западные праздники Они на время заполнили Они не так популярны на самом деле Как, например, купание в проруби Тот же самый сабантуй Все-таки это более народное, более любимое у нас Сейчас идет большая критика всех этих праздников И я думаю, что спустя некоторое время Они или исчезнут, или просто отойдут на второй план Вот как бы ближе к этому все стремится Это как временная мода такая Все просто поменяют Валентинки на ромашке А почему бы и нет Хорошо, как раз вот мнение Тимура Зибарова Нам будет интересно Как аниматор с хорошим уже большим стажем И поэт Тимур, ваше мнение по этому поводу Что касается того, что Зарубежные праздники Уже захватили Ну, какие-то наши Сказать Настроения Определенные аудитории Зарубежные праздники Они лучше раскрученные Они как-то харизматичнее, ярче Какие яркие, замечательные костюмы Вот на Хэллоуине Да Даже фейспейнт Смуки айс Какие делают интересные Девочки там фотографии в инстаграм выкладывают Кто-то их там лайкает Это такая мода Да Это довольно-таки интересно У Хэллоуина на самом деле Очень много разнообразных традиций Нужно брать только самые лучшие Самые лучшие, интересные Потому что у них там тоже есть И гадания Например Девушки вставали спиной Очищали кожуру с яблока Как можно подлиннее И бросали за спину себе И кожура падала В итоге она должна была пасть так Чтобы получилось имя будущего возлюбленного Вот так Также есть и другие там у них традиции Ну это лучше не использовать Что касается колядок Не серьезно Что касается колядок У Хэллоуина это Трик трак Это трюк или угощение То есть это пошло вообще от шотландцев От кельтов Которые потом эмигрировали в Америку И уже в Америке это намного усилилось Потому что американцы они Первую очередь коммерсанты Они умеют подать Умеют подать Умеют продать Вот Это яркий праздник на самом деле Интересный Дело в том что Сейчас вот Как говоришь Как молодой человек сказал Что Ну скоро они уйдут Ну возможно уйдут Но они уже нам нравятся Они нам уже близки Все нужно брать в меру Теперь что касается Дня Святого Валентина Вообще он как Ну появился Да По некоторым версиям Был такой святой Который Во времена правления Римского императора Клавдия Когда тот запретил Жениться Ну в общем на женщинах Там да Потому что Дело в том что Если Мужчина женится У него как бы Меньше сил И он хуже Сражается Это было Время войны Вот И был такой как бы Священник Валентин Который втайне Их женил Вот Ну потом его за это Серьезно наказали Как говорится Вот и потом это пошло У нас вот День Святого Валентина Пошло Это по-моему уже С 1990 года У нас празднование Вот я даже помню У нас в школе Нам тоже Говорили Давайте пишите Валентинки Мы действительно писали Другой там Кто больше наберет Молодец Молодец Кто-то наоборот Огорчался Тоже хороший праздник Дело в том что Зарубежные праздники Они больше раскручены Даже вот наши дети Они лучше знают Зарубежный праздник Потому что Вот в школе На английском языке Наверняка учителя Рассказывают Про Англию Про Америку Про их традиции А лучший режиссер Лучший декоратор Вообще на самом деле Это фантазия ребенка Ребенок может Такого нафантазировать Что какие спецэффекты Не сравнятся Вот И они как бы У Хэллоуин Интересно А потом они еще Увидят эти фотографии Там да там Не знаю Фильмы про Хэллоуин Они же даже Свои праздники Красиво показывают Вот Фильм Фокус-фокус Я вот посмотрел И впервые Я прям увидел Хэллоуин Как это интересно Красиво Светильник Джека Светильник Джека Это такая тыква Там С интересной ордашкой Вот Как они ходили Трюкали угощения Вот А у нас Ну Наши праздники Да Они есть Они интересные Замечательные Колоссальные Один Дед Мороз Чего стоит Вот Ну Как-то Все-таки Не так Они раскручены Ну Нету Вот этой Какой-то Коммерческой Жилки Что ли Я не знаю Да Изюминки Вишенькам Как нравится Вот Если возьмем Даже просто Героев Наших Наших Героев И зарубежных Героев Вот У нас У аниматоров Самый популярный Герой Это Человек-паук Вот Кость Наверное Даже собрать Человек-паук Дело в том Что это положительный Хороший Герой Почему он Ближе детям Потому что Это Герой Который появляется У них Ну раз в неделю Как минимум Потому что Это мультсериал И его переснимают Переснимают И еще и фильмы Тоже Переснимают Переснимают Сначала Было три части С Тоби Магуайром Потом С каким-то там Эдди Гриффином Кажется Сейчас еще какой-то Парнишка будет сниматься Вот А Ну У нас такого нет Сняли один раз Фильм У нас У нас Про Машу Медведь Хороший мультик Да Его сейчас Вот совершенно верно Сейчас по поводу Илья Муромца Алеша Поповича Доприня Никитича Дело в том Что Это как бы Выпускалось так штучно Понимаешь Одноразовый такой Мультфильм Он выпустился Дети посмотрели Ух здорово Помахали немножко Мечами Но Илья Муромца Не приходит же Каждую неделю Каждую неделю К детям Они посмотрели Запомнили просто И конечно Маша Медведь Приходит Ну Маша Медведь Согласен Маша Медведь Они интересные Довольно таки Да И тут Такая харизма У девочек Этой Которые Маша И бедный Миш Который все это терпит Я думаю Все таки Они вот это Взяли тоже Молодцы От американцев Потому что У американцев Множество мультфильмов Если вы вспомните Да Том и Джерри Эти миньоны Да Гадкие Дело в том Что Сам по себе Грю Он неинтересный герой А там есть Желатненькие Смешные Миньончики Они же всем Создают настроение И вот здесь тоже Как бы Есть такие Второстепенные герои Которые на тебе Все держат Ну и Маша Конечно Харизматичная Ну я знаю Что насчет Машеньки Очень тоже Спорный вопрос О том Что там Ну это тоже Отчасти Развращает Детей Что они Как бы Теряют Какой-то Культ уважения К взрослым То есть Маша Она же там Вообще Беспредельщица Вообще Она делает Что хочет И То есть Говорят о том Что такие мультики Тоже нежелательно Смотреть дети Ну сейчас Все мультики По-моему Даже Ну погоди Уже разобрали Что оказывается За это Пропаганда курения Да Пропаганда курения Мне кажется Это уже не надо Настолько углубляться Что ли Погоди Винни-Пух Да Что Винни-Пух Он там Почему-то критика Больше конечно Качественные мультфильмы Мы же добрые Дело в том Вот Даже возьмем Все прекрасно знают Эту свинку Пепу Которые там На машине Они ехали Но не было у них Ремней пришлось дорисовать Ибо они Это Не учат Ничего детей Какие они молодцы Да Не знал ничего Про свинку Пепу Знаю прекрасно Про мультфильм Спанч Боб Который раньше Вот Был прям популярен Сам-то я смотрел Только одну серию Мне хватило То что там Они Разрывались Даже что-то Подобие крови Там было видно Это детям показывают И дети Когда Включал там Я музыку Спанч Боба У меня была музыка Спанч Боба Они Панч Боб Сквер Пенс Панч Боб Сквер Пенс Им этот герой нравится Но это неправильно И я родителям сказал Что на самом деле Это не очень хороший мультфильм Не показывайте им пожалуйста Это только вредно Для них Да-да-да Я тоже так думаю Сказал мне Мамочка Вот Ну надо на самом деле Любить Свою культуру Своих героев Вот Константин говорил Да Нужно в них Вкладываться Их любить Ну и у западников Тоже можно брать Учиться Все хорошо Меру Я так считаю Хорошо Меня зовут Велена Я соглашусь с мнением Тимура На самом деле Вот Все это идет С запада Действительно У нас какая-то Сейчас идет тенденция Наверное может быть Это с Петра Первого Началось Что Как-то Открыть окно в Европу Да Посмотреть на других людей Может мы тоже Хотим равняться Хотим как-то соревноваться Какой-то такой вот Идет момент Возможно Ну Что касается Например Дня Святого Валентина Да Этот праздник Ну день всех влюбленных У нас такого еще не было Мне кажется И поэтому Каждой девушке Приятно было бы Получить какую-нибудь Валентинку Какой-нибудь подарок И Я не вижу ничего плохого Если мы будем Отмечать такие праздники Но Тем не менее Я соглашусь Что не нужно забывать свои Потому что у нас есть Не менее замечательные праздники У меня То есть Вы все знаете Что да Татарстан Например говоря В нашем регионе Очень Ну такой Многонациональный регион Очень много Различных Не знаю Это город студентов Да Много приезжих Вот И У меня например Очень много друзей русских Хотя и татарка Да Но я с родителями Мы празднуем Пасху Также наши русские друзья Празднуют Курбан Байрам С нами То есть Мы тоже не забываем И чтим традиции Возможно мы как бы Не так ярко Но тем не менее Мы поддерживаем И хотелось бы Чтобы каждый человек Не забывал эти праздники И тоже как-то Присоединялся Потому что наши праздники Красивые И они намного добрее Западных Я соглашусь Поучительней Я тоже хотела согласиться С Тимуром Насчет того Что идет приобщение К западу Но это идет С самого начала С внедрения Как раз С телевидения Потому что дети Открывают телевизор Что они там видят Зарубежные фильмы Зарубежные мультики Которые пропагандируют Именно зарубежные праздники А не наши Отечественные Я не считаю Что в этом Есть что-то плохое Потому что Например Почему мы не отмечаем День Петра и Февронии Отмечаем День Святого Валентина Потому что Никто не отмечает За границей День Петра и Февронии Все отмечают День Святого Валентина И мы просто хотим Быть похожи Мы не хотим Отличаться от других Мы хотим Ну как бы Все отмечают так Все отмечают День Святого Валентина Мы тоже хотим Отмечать именно Этот праздник А почему бы Не стать индивидуалистами Сделать так Чтобы на нас сравнялись А не мы на них Ну потому что Никто Все равно но никто никогда не будет, ну, я не считаю, что кто-то начнёт отмечать за границей день Петра и Февронии, потому что день Става Валентина отмечается уже столько лет, и, как бы, ну, это уже приобщилось, и нам тоже хочется приобщаться к Западу после развала СССР, мы, как бы, стремимся к этому, до сих пор идём, и, как бы, мне кажется, сейчас как раз тот момент, когда уже молодёжь, она одевается, как за границей, как одеваются американцы, мы, ну, как бы, мы у них перенимаем практически всё, там, стиль поведения, стиль одежды, ну, вот, те же самые праздники, и, как бы, я не считаю, что на самом деле это плохо, главное, чтобы, ну, как бы, как раз иметь золотую середину, не перегибать, оставаться всё равно в душе, что-то своё национальное хранить. Ещё я не хочу, я хочу не согласиться с Лилией в том плане, что она сказала то, что за границей, на мир Хэллоуин, они знают, ну, об этом празднике, они отмечают это не просто как наряд, они не просто так приходят, а вот просто, ну, как бы, вот знают, там, какие-то, ну, ритуалы делают и так далее. Я как раз недавно смотрела передачу про Америку, и там как раз говорилось про Хэллоуин, и там говорилось о том, что американцы даже не знают, откуда пошёл этот праздник, про что он, для них это просто как раз костюмированная пьянка, то есть это просто массовая костюмированная попойка, то есть, ну, как бы, изначально они даже, вот если остановить какого-нибудь американца, ну, провести соцопрос, они вам даже не зовут, откуда пошёл этот праздник, и вообще, к чему он, и для чего. Ну, я тоже с вами не соглашусь, потому что мы, опять-таки, вы видите это в телевизоре, узнали, услышали, и мы как бы всё оттуда берём, да, это правильно, но я не думаю, что это все абсолютно. Ну, а я говорю про большинство, там как раз подходили к людям. Мне очень жалость, что они не знают своих праздников, значит. Встретишь американец, скажешь, ты знал, что это русский праздник? Да, русский праздник. И когда я буду его больше отвечать? Ни в коем случае. Ну, и, конечно же, насчёт вот, конечно, наследует, вот этот год будет год кино, я надеюсь, что вот, как Тимур сказал, что будет намного больше сниматься наших, вот, именно героев, которые вот... Ну, продолжите, да. Вот про год кино, да? Будут сниматься наши герои, но зарубежно будет сниматься раз в шесть больше. В 2016 году выходит Бэтмен против Супермена, если не ошибаюсь, Мстители, Дэдпул. Герой очень неоднозначен. Сумасшедший маньяк с чувством юмора. И детям он обязательно понравится. И он понравится, но благо, по-моему, аудитория всякие плюс 18. Плюс 18. Потому что дело в том, что даже в трейлере там есть нернормативная лексика. Там в самом конце даже, когда он там пистолеток к себе преподнёс, отличный день. Ну, и говорит нехороший, короче. Ну, вы знаете, вот, поспорить можно с вами насчёт фильмов американских. Там всё-таки есть достойные фильмы, очень много их. Так я, наверное, заговорил, что они плохие. Нет, 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 да. Ты только не сравнивай Дэдпула и Зелёную милю. Нет, я ничего не сравниваю. Просто, да, есть фильмы немного отрицательные, но они на самом деле своей изюминкой. Они прикольные, смешные. Но вот если взять наши фильмы современные, которые снимаются, ну что они снимают сейчас? Они снимают отвратительные фильмы. Там постоянные шутки про экскременты, про половые органы. Ну, вот фильмы про Enjoy есть такая, получается, студия. Они с Comedy Club Production вроде работают. В итоге вот эти фильмы, они заполоняют всё вот это. Они делают какие-то ремейки непонятные. В итоге нет никакого нормального контента, киноконтента. Вот смотрите, тоже такой вопрос. Как вы считаете, в том числе и зарубежные праздники, и вообще зарубежная какая-то культура, насколько она действительно развращает молодёжь? То есть, ладно, можно говорить о каких-то уже устоявшихся умах, а вот о подростках, которые это смотрят, и они не захотят, они это всё равно посмотрят. То есть, что с этим делать? Так, ну это всё-таки зависит от человека, от его воспитания, от его мировоззрения. Ну, вообще, это выбор, внутренний выбор каждого. Что ему брать от этого праздника для себя? Если тебе от этого праздника весело, фотографии с этого праздника тебя радуют даже, ну, спустя какие-то годы, да, там, посмотрел в своём альбоме, какой-то весёлый, красивый, яркий, там, да, замечательной компанией, то, если тебе это нравится, ну, пусть это будет твоё, пользуйся этим. Вот, но других там не надо, как бы сказать, агитировать. Если им нравится, как говорится, насильно мил не будешь. Нравится, пользуйся мне. Не нравится, не пользуйся, соответственно. Вот, надо любить и наши праздники, но от зарубежных тоже не откажешься. Главное, чтобы была голова всё-таки на месте, и чтобы не были мы тупым управляемым стадом. Ну, всё, насчёт Дня Святого Валентина, вот, не кажется, что есть такой скрытый смысл, что вот день всех влюблённых, ну, у кого-то нет, допустим, пары, там, кому-то не отвечают взаимностью, то есть получается то, что вот у нас всё хорошо, мы этот праздник отмечаем так роскошно, а ты такой лошара, сиди дома. Ну, дело в том, что если человек захочет расстроиться, он найдёт причину расстроиться. Многое зависит от наших мыслей. Даже есть такой замечательный фильм «Секрет», наверное, все слышат про него, да? То есть, так она вселенной создана, если ты думаешь о хорошем, ты хорош к себе и притягиваешь. Если думаешь о чём-то не очень хорошем, соответственно, не очень хорошая твоя жизнь, и приходит. Есть такая фесня замечательная у группы, у ёлки. «Всё зависит от нас самих, всё зависит от нас самих, ничего в жизни нет такого, что не подвластно было бы нам». Вот, на самом деле, да, мы сами, как сказать, аккумуляторы, батарейки в своём пульте жизни. Какую кнопку нажмём, такая и будет включаться. Что касается того, что в интернете там всякие зарубежные вещи, ну, не смотрите на них. Выбирайте то, что вам нравится, то, что вам ближе, то, что вас не развращает, то, что вас, наоборот, возвышает. Есть замечательные книги у американцев, их можно почитать. Слышали про Дэвида Грегори Робертса? «Шантарам». Книжка замечательная. Я прям прочитал, ну, не скажу, что сразу же, ну, не 10 читал, но интересная книга. Прям я в Индию влюбился. До этого, как бы, Индия там, это я помню, там все танцуют, пляшут, ружьё там тоже танцуют вместе с ними, как бы. Ну, такая шутка есть, типа, про индийское кино. Вот, а на самом деле так красиво всё описано. И жизненный путь человека, и его лишение, и его победа над собой. Этому надо учиться, и у наших писателей. У наших тоже есть, конечно, хорошие писатели. Мне вот Акунин нравится, очень интересно. Иерас Петрович Фондорин, как он это всё расследует. Я иногда даже думал, не начать мне заикаться и не сделайте мне себе седые брови, чтобы быть похожим на него. Нефритовые чётки, они у меня, думаю, лежат, кстати, да. Вот. Ну, хорошие у нас представители есть. Нужно равняться на лучших, так скажем. Да, всё. В интернете много постов о том, что делятся люди на тех, кто в день 14 февраля гуляет со своей второй половиной, и тех, кто сидит дома один и скучает. На самом деле, Валентинку, я считаю, можно просто отправить своей маме или своей сестре, брату. Это повод признаться в любви также своему педагогу или просто другу. А вообще, что касается праздников, всё дело в рекламе, на самом деле. Если также рекламировать национальные праздники, то на них придёт много народу. Вот издревле исправляли люди национальные праздники, они были связаны с началом и окончанием земледельческих работ, со встречей, с проводами какого-то нового времени года. Масленица. Самые популярные у нас справляют встречи весны, проводы зимы. Например, зимнее, летнее солнцестояние — это Иван Купал с 6 на 7 июля и Калятки с 6 на 7 января. В последнее время я всё чаще замечаю, что пиар идёт, раскрутка в интернете, потому что нужен повод для того, чтобы людям встретиться, чтобы организовать, провести какое-то мероприятие, и поэтому проводятся даже и такие праздники, как Калятки, Масленица, Ивана Купалы, тот же день Петра и Феврония. Я считаю, это очень здорово, и нужно это вводить в массы. Ну, какой у тебя любимый праздник? У меня любимый праздник — это, скорее всего, Масленица, потому что мы вместе с семьёй печём блины, идём на гуляние, на санках катаемся и сжигаем чучело. Также Иван Купал мне тоже нравится. Мы прыгаем через костры с друзьями. Как-то было такое, что мы сами себе плели венки, надевали, ну, сшили сами себе такие белые платья в пол, и на берегу прямо сделали костёр и прыгали через него. Нужно загадывать желание, отбрасывать всё плохое, и тогда всё хорошее, оно сбудется, а всё плохое уйдёт. Вот, посмотрите, какие замечательные, добрые, и как уже было исполнено, всё зависит от нас самих. Друзья, вопрос к каждому. Вот 14 февраля, как говорят, есть повод признаться в любви или там высказать свои чувства к человеку. Почему это нельзя сделать 13 февраля, 15 февраля, 31 июля, в другие дни? Почему? Что касается также и дня благодарения, да, почему нам, если мы и решим, как американцы, собраться, да, в какой-то день, благодарить там Бога, друг друга, да, то есть Всевышнего, друг друга, почему на самом деле нам каждый день не благодарить, сели за стол и поблагодарили там, да, того же Всевышнего, своих родных, близких, что они у вас есть, что они такие замечательные. Ну, как бы, опять-таки, это наш выбор. Это нужно брать в привычку, что ли. Побольше хороших привычек. Поменьше плохих привычек, побольше хороших привычек. Что касается вот Ивана Купалова, девушка сказала, там, калятки, да, тоже. Вот дело в том, что мы на базе «Одыха бережок», на которой уже два года подряд я являюсь старшим аниматором в этом году, еще не знаю, посмотрим. Мы делали праздники и Ивана Купалы, и День Нептуна, и Хэллоуин. И все детям нравилось. И то, и это, и третье. Вот. Действительно, как подать? Как подать? Почему еще детям нравится Хэллоуин? Почему еще мы знаем хорошо Хэллоуин? Мне этот праздник, на самом деле, интересен. Я даже, когда наряжаюсь графом Дракулы, прихожу к детям, мне самому это нравится как-то, и вижу, что у детей тоже глаза горят от того, что такой яркий праздник, они тоже красиво наряжены. Вот. Мы вот в том году даже сделали, помимо Хэллоуина, еще по экранизации «Мастер и Маргарита» баллу сатаны сделали. То есть, блогак уже написал «Мастер и Маргарита». Там как раз-таки, можно сказать, описан как бы Хэллоуин какой-то степени. Просто без некоторых моментов и без такого названия. Ну вот мы так проводили. И если у нас в 2014 году в основном наряжались дети, и аквагрим просили сделать только дети, то в 2015 году у нас очередь уже стояла и из детей, и из родителей. Они и детям делали, и себе делали. У меня замечательный аквагример сидел. Она устала за эти три часа, пока она им это делала. А дети разрисовались, потом мы шли в домам, как говорится, калятки, можно сказать, сделали, трекали угощения. Нас везде, в принципе, хорошо встречали. Конфеты детям давали, еще что-то, еще что-то. Потом мы это аккуратно всем раздали. А потом у нас был танец там, и спай, и Хэллоуин. Вот таким вот образом. То есть, как подать на самом деле? И вообще все воспитание, наверное, нужно начать с себя. Начало с себя воспитать, а потом уже воспитывать детей. Потому что, не воспитая себя, невозможно их. Потому что они все перенимают, они сами все смотрят. Какие у тебя традиции, какие вот... Очень хорошо, что открываются каток, тюбинг, лыжи. Это все тоже какая-то традиция, вот выходить вместе, встречаться вместе. Потому что, действительно, очень редко получается даже встретиться с друзьями. Потому что все работают, все бегают, все не на одной, на двух, на трех работах. Может быть, где-то государство нас даже загнало в это, да? Каждый хочет хорошо жить, и каждый хочет хорошо зарабатывать. И, конечно же, вот эти вот походы в театры, походы в какие-то... На каток, это тоже стоит финансов, и это тоже нужно откуда-то из бюджета брать. И поэтому, мне кажется, все будет у нас хорошо. И мы идем к этому, понимаете? Потому что сейчас оно возрождается, да, ведь? Мы уже об этом говорим, и, значит, уже на шаг ближе к этому подбираемся. Совершенно верно. Дай бог, чтобы мы до этого дошли. Но, как я думаю, что российский народ самодостаточный, на мой взгляд. У нас достаточно собственных праздников. И, если что, наш российский народ найдет повод отметить. На этом все, друзья. Наша программа подошла к концу. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо нашим гостям, которые пришли сегодня к нам в студию. Мы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Мои ведущие были Роман Полинсков и я, Виктория Новикова. До следующей недели. Мы с вами опять увидимся. До свидания. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова